Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Russian for Dancers, где я на медленном и понятном русском рассказываю небольшие, но интересные истории о русской культуре. Сегодня мы поговорим про пять советских и российских фильмов о балете. Первый фильм, а точнее сериал, называется «Анна Павлова», и, как вы уже поняли, рассказывает он о жизни великой русской балерины начала XX века. Наверное, если вы занимаетесь балетом, у вас есть какие-то ассоциации с этим именем, вы знаете, кто это, Анна Павлова. Но если нет, ничего страшного, из фильма можно узнать много деталей ее биографии. Правда, я не советую верить всему, что вы там увидите. В фильме много вымысла, художественного вымысла, то есть фантазии режиссера. Но этот фильм совсем не портит. Фильм Анна Павлова похож на нежный, яркий и мечтательный сон. Может быть, поэтому я так любила его в детстве. Сейчас он кажется мне немного наивным, но все равно очень приятным и даже каким-то уютным. Фильм вышел в 1986 году. За главную роль в нем играет Галина Беляева, которая действительно окончила балетное училище, но позже решила стать драматической актрисой. В съемках участвовали как актеры, так и профессиональные танцовщики. Поэтому в Анне Павловой много танцевальных сцен, отрывков из разных спектаклей. И я думаю, что всем любителям балета это очень понравится. Следующий фильм «Фуэте» с великой Екатериной Сергеевной Максимовой в главной роли. В «Фуэте» две параллельные реальности. Первая – жизнь прима-балерины, карьера которой приближается к концу. Здесь поднимаются такие темы, как конкуренция, эмоциональная усталость, травмы, обиды, страх жить без сцены. Режиссер показывает тот период творческого пути и те чувства артистов, о которых обычно не говорят. И, по-моему, это невероятно важно и интересно. И это смело, даже сейчас смело, а фильм снят в 80-х годах, представляете? Екатерина Сергеевна здесь просто великолепная. Одно удовольствие смотреть на нее как в танце, так и в разговорных сценах. Я говорила, что в фильме две параллельные реальности. Так вот, вторая – фантастическая. Она, может быть, происходит в спектакле «Мастера и Маргарита», который ставит хореограф в исполнении Владимира Васильева. Может быть, в снах и фантазиях героини. А может быть, в какие-то моменты становится частью настоящего, реальностью. Это, с одной стороны, немного странно, а с другой – очень интересно, потому что у зрителя есть возможность самостоятельно решить, что он увидел. Еще один прекрасный фильм «Танцующие призраки». Его сняли в 1992 году по книге Юрия Короткова, которая называется «Велисы» или «Танцующие призраки». В центре сюжета – история ученицы выпускного класса Вагановской академии Юли и ее подруг. Реальность балетного училища авторы показывают достаточно жестко. Внезапная травма самой перспективной девочки за три месяца до выпускного спектакля. Жесткий педагог, проблемы со здоровьем, незнание жизни за пределами театра. Атмосфера фильма темная, грустная, серая, но мне это даже нравится. Мне кажется, это передает усталость знакомому всем студентам старших курсов и показывает ту сторону балета, о которой редко говорят. Авторы сравнивают этих девочек с Велисами, мертвыми невестами, которые умерли слишком молодыми, чтобы узнать, что такое любовь. Как Велисы закрыты в своих гробах, так девочки-героини закрыты в училище, где проводят много-много лет. Они такие же холодные и такие же мертвые внутри. И только танец пробуждает их к жизни. Очень красивая, но очень страшная метафора, правда? Юля влюбляется, и ей приходится сделать выбор. Карьера, партия Жизели в выпускном спектакле или мальчик из нетеатрального мира. Я думаю, каждый зритель сам должен решить, как он относится к выбору, который делает героиня. Лично мне этот выбор кажется очень реалистичным. То есть, конечно, в фильме много драматизма, и вы должны понимать, что сейчас в российских академиях балета гораздо более дружелюбная и приятная атмосфера. Но в «Танцующих призраках» все равно немало правды. Мне очень нравятся слова, которые Юля говорит в конце фильма. Кто-то сказал, что мы с девчонками похожи на призраков. А там, вне театра, там настоящая жизнь. А я поняла главное. Только здесь, на сцене, и настоящая жизнь, и любовь, и счастье. А там, на улице, только бледные призраки. Очень интересно. И есть о чем подумать, правда? Следующий фильм самый старый в моем списке. Его сняли после войны в 1947 году. Солистка балета, так он называется, рассказывает о встрече ученицы выпускного класса хореографического училища Наташи и талантливого певца Алексея, об их первых трудностях на профессиональном пути. Честно говоря, мне этот фильм показался скучноватым. То есть, не совсем скучным, но все-таки недостаточно интересным. Но почему же тогда я советую его вам? Все просто. Я рекомендую вам посмотреть его, потому что там можно увидеть, как жил балет в России в послевоенные годы. Там абсолютно другие костюмы, абсолютно другие балерины и абсолютно другая манера танца. Мне кажется, всегда любопытно посмотреть в прошлое и увидеть, как искусство жило тогда. И еще один интересный момент. В этом фильме есть сцена, где одна из величайших советских балерин Галина Сергеевна Уланова танцует сцену из балета «Лебединое озеро». Тоже просто очень-очень интересно посмотреть. Последний фильм в моем списке называется «Большой». Его сняли в 2016 году, и я думаю, что многие из вас о нем слышали. Может быть, даже смотрели. В фильме рассказывается история талантливой молодой балерины Юли, которая учится в МГАХ и мечтает стать примой Большого. Авторы хотели сделать фильм очень реалистичным, даже жестким, показать изнанку, то есть внутреннюю сторону балетного мира. Но получилось, на мой взгляд, в отличие от «Танцующих призраков», не слишком хорошо. Поведение героинь и некоторые ситуации у меня вызывают недоумение, то есть такое неприятное удивление и легкое непонимание. Не буду много об этом говорить, чтобы не занимать ваше время, но попрошу вас не слишком верить поведению героини с педагогами и, например, тому факту, что девочка как будто может не прийти на прогон выпускного спектакля в Большой театр. Если такие балерины и есть, то солистками и примами они не становятся. Те, у кого есть большой талант и большие перспективы, по-моему, понимают уровень ответственности и на первом этапе буквально живут балетом, живут своей мечтой. Без такой сильной мотивации просто невозможно выдержать физическую и эмоциональную нагрузку выпускного класса и первых лет в театре. Это факт. Но фильм красиво снят и, думаю, нужно посмотреть его и самостоятельно решить, что вы обо всем этом думаете. Просто не верьте всему, что вам показывают. Это, опять же, художественный вымысел. Это все, чем я планировала поделиться с вами сегодня. Надеюсь, вы узнали что-то новое и захотели посмотреть какие-то фильмы из списка. В следующий раз мы с вами поговорим про интересные балетные места Москвы. До встречи!